Елена Косолова Как в тишине звала И как боялась встречи Дом в юго замела И в окна бился ветер Как я тебя ждала В тот хмурый зимний вечер И в этой белой мгле Мне так хотелось верить Что счастье на земле Бог каждому отмерил И капельку тепла Нас вода льда излечит Как я тебя ждала В тот хмурый зимний вечер Жаль, что любовь мудрей Лишь с опытом утраты Но в суматохе дней Мы этой болью святы В дом в юго забрела И в окна бился ветер Как я тебя ждала В тот хмурый зимний вечер Как я тебя ждала Как же великолепен наш фестиваль Что даже приезд ревизора Не сможет его омрачить Милые дамы, у меня к вам вопрос Скажите, а что являлось Главным атрибутом Дамского костюма девятнадцатого века Что же являлось? Скажите Веер, правильно Нет, веер, правильно Служивший не только для создания Свежего дуновения Но и в качестве языка Общения Дамы, давайте выучим с вами Пару фраз Общения с помощью веера Дорогие кавалеры Запоминайте Я вас люблю Я вас не люблю Я замужем Я принадлежу тебе Моя любовь к тебе разбивает мне сердце Я вижу, что ты смотришь на другую женщину Я готова следовать за вами Отойдите Уступите дорогу Дорогие дамы и господа Сейчас вы станете свидетелями Самого уникального показа вееров Аплодисменты Каждый веер по-своему уникален Каждый веер вложенная душа Он легкий веер, воздушный Какая грация, красота Каждый цвет передает настроение наших дам А мы громче аплодируем таким уникальным веером Веер из цветов Веер из перьев Каждый веер по-своему красивен Это уникальная ручная работа Как веер есть огромного размера Так и маленького размера Наши мастера вкладывают в каждый веер душу Легкий воздушный веер В летний день Особенно спасает наших дам Веер из перьев Уникальный Единственный в своем экземпляре Аплодисменты милым дамам А теперь, дорогие господа, ваш выход Распространенная забава на балах 19 века Похищение веера Веер похищался, а затем Дама выкупала его обратно за танец За стихотворный комплимент Либо за шуточный поцелуй Какое замечательное вышло у нас дефиле Самый настоящий показ мод Да, такому зрелищу позавидовали бы Даже самые знаменитые французские кутюри И даже наши талантливые поэты Готовы прочитать свои строки Ради красоты наших очарательных милых дам Ради связи поколений Или о том, что им навеяла природа Итак, встречайте Петр Никитович Крахмаль Член творческого объединения Лира Добрый вечер Из 19 века в 20-й И стихотворение написано в 21-м Связь поколений Стихотворение «Наш дом» Мы жили в ведомственном доме Стоял у грейдера тот дом Мне было 10 лет Я помню, как мы мечтали о своем Зимой план дома рисовали Где будет печь, где стол, кровать Кладовка, кухня А вначале, как под фундамент Грунт копать С весны для стен Саман лепили Спасибо, лето было знойным Два года жили этой стройкой И к ноябрю в наш дом Селились На новоселье свяжена К веселью Самогона четверть Пусть бедною была страна Но в счастье так хотелось верить На запад был наш дом фасадом Фасады хутора на юг Перед крыльцом колодец с садом Чуть дальше огород и луг На луг тот, что болотом звали Шла ребятня с округи всей Когда в лапту в жмурки играли Нас было больше, чем гусей После работы на скамейку Отец присядет, отдохнет Возьмет рубанок ли, стамеску И что-то мастерить начнет Вздохнет, закурит Дымный запах Стамеску выпустит из рук Посмотрит пристально на запад И как-то грустно скажет вдруг Одесса там, сынок, Перейма Моя там родина, друзья В военное лихое время Под Белгородом ранен я Потом был госпиталь, Саратов Чуть раны залечил свои Ну а в Перейму не добрался Там бели немцев Шли бои Просили сестры Я негромко Еще пап про войну Еще споет Нас извлекут из-под обломков И тронет с раною плечо А мама строго Что пристали Шли б на болото поиграть Отец не видите усталый А вы с вопросами опять Как же давно все это было Уже четырежды я дед Пусть поздно Но нашел ответ Когда я был вполне счастливым Простого счастья В том секрет Что дом весь добротой окрашен Хозяйский за усадьбой глаз Что есть тепло Уют домашний Где ждут Помогут Любят Нас Для вас выступает Харитонова Мария Сергеевна Начинающая поэтесса Превенствую тебя Любимый парк Градовских И вот опять Мы встретились с тобой Сюда приехала Сегодня к тебе в гости Побыть здесь словно в сказке И отдохнуть душой Брожу гуляю По тропе знакомой Твоей любуюсь чудотворной красотой Дубы мне вековые Машут кронами И серебристые осины Шелестят листвой Куда ни глянь Одно лишь загляденье Картины осень Давит нам свои Тут чистый воздух Всем на удивление Здесь чародейство И колдовство души Иду я дальше Вижу мостик мне знакомый И слышу родника Креницы перезвон Это отца работа Моего родного Здесь память о себе Оставил он Я наклонюсь И зачерпну воды холодной Как будто преклонюсь Перед отцом И мое сердце Зашемит от боли Представлю я Что эту воду Дал он Не он Заряд здоровья Получаю в этом парке А всей красе его Пером не описать И тюрин ягоды Дарит нам подарки Листочки вальс танцуя Под ноги летят Здесь тише благодать Осенняя прохлада И сердце мое Дышит во всю грудь И это Райский уголок России Другого нам Не надо И люди сюда Едут И идут Дмитрий Дмитрий Дмитриевич Иван Сергеевич Как вы думаете Наш средизор еще здесь На празднике Никак иначе Интересно А это мужчина Или женщина Конечно мужчины Тут даже Гадать нечего Наверняка Очень галантный Мужчина Мне он представляется Таким Высоким Стройным Светловолосым Допустим С голубыми глазами Что вы на меня Так смотрите Я думала В департаменте Только такие Работают Эх Как было бы Здорово Его вычислить А это мысль Идите Идите сюда Идите Дорогие гости Если вы еще Не успели Осмотреть все На нашем фестивале Мы с удовольствием Скажем Куда стоит Обязательно Заглянуть От себя лично Приглашаю Всех любителей Графской охоты Незамедлительно Посетить данную площадку И самым искушенным Знатокам Графского вкуса Я советую Обязательно Заглянуть На чашечку чая К нашим поварам И на праздничный Фуршет А преданных Любителей Русской классики Мы приглашаем На нашу Библиотечную площадку Самому умному Стройтегу Просто необходимо Показать свое мастерство И сыграть партию В шахматы Или лото На игровой площадке Ну и конечно Превосходные номера На нашей музыкально-поэтической площадке Встречайте Вокальный ансамбль Мелодия На тот большой шаг На перекресток Уже не надо Больше мне спешить Жить без любви Быть может просто Но как на свете Без любви прожить Жить без любви Быть может просто Но как на свете Без любви прожить Пускай любовь Скоро совмает Пускай не стоит Ею дорожить Ею дорожить Пускай она Печалью станет Но как на свете Без любви прожить Пускай она Печалью станет Но как на свете Без любви прожить Печалью станет Печалью станет Печалью станет Спешить Я б никогда Я б никогда Не полюбила Но как на свете Без любви прожить Я б никогда Я никогда не полюбила, но как на свете без любви прожить. Жить, как пожить. Встречайте, громкими аплодисментами, Семен Конев! Встречайте, громкими аплодисментами. Встречайте, громкими аплодисментами. Встречайте, громкими аплодисментами. Встречайте, громкими аплодисментами. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 А-а-а-а... И всё-таки, что ж это было? Чего так хочется, так жаль? Так и не знаю, победила, так и не знаю, победила. Побеждена, побеждена. Как много романтичных и замечательных, интересных, творческих, талантливых людей сегодня здесь, на этой сцене. А мы встречаем следующего выступающего. Александр Галич, под ваши бурные аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Спокойно и просто мы встретились с вами. В душе заживали уж старые раны. Но пропасть разлуки легала между нами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Любовь – не просто нежные слова, и описать ее бывает сложно. Но от любви кружится голова, и на душе немножечко тревожна. Любовь приходит к нам незванно, она, как белый снегопад, всегда красива и желанна, и каждый человек ей рад. Бывают бури и сомнения, бывает ревность, как гроза, но нет прекраснее ощущения, чем посмотреть любви в глаза. Она украсит все мгновения, позволит в небесах летать, от скуки вмиг найдет спасенье, позволив чувствами дышать. Весь мир искрится и смеется, и добротой окутан свет того, кого любовь коснется, прекрасней во вселенной нет. Встречайте бурными аплодисментами Людмила Попова. 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 Я пью за разорённый дом, за зую жизнь мою, За одиночество вдвоём и за тебя я пью. За ложь меня предавших губ, за мёртвый холод глаз, За то, что мир жесток и грунт, за то, что Бог не спас. Сражённый смертною стрелой один из нас упал, И чёрным воронам другой меня целуй оставь. Но так бывает раз в году, когда растает лёд, В екатерине на саду стою у чистых мох. Я пью за разорённый дом, за зую жизнь мою, За одиночество вдвоём и за тебя я пью. За ложь меня предавших губ, за мёртвый холод глаз, За то, что мир жесток и грунт, за то, что Бог не спас. Один идёт прямым путём, другой идёт по кругу, Ждёт возвращения в отчий дом, ждёт верную подругу. А я идут со мной беда, не прямо и не хоза, А в никуда и в никогда, как поезда сад коса. Я пью за разорённый дом, за зую жизнь мою, За одиночество вдвоём и за тебя я пью. За ложь меня предавших губ, за мёртвый холод глаз, За то, что мир жесток и грунт, за то, что Бог не спас. За ложь меня предавших губ, за мёртвый холод глаз, За то, что мир жесток и грунт, за то, что Бог не спас. Бог не спас. Мы знаем, кто ревизор. Вы уверены? Успокойтесь, отдышитесь и расскажите нам все по порядку. Все по порядку, давайте. После того, как мы получили ваше распоряжение, вся прислуга на своих точках следила за гостями. Понял. Сначала конюху в тир пришел гость, не похожий на всех остальных. В смысле не похожий на всех остальных? Как он выглядел? Ну как? Ну одет весь черный, смокин, высокий, светловолосый, статный. Молодой человек, не человек, а загадка. Как я себе и представляла. Он с первого раза убил всю дичь, всю дичь в нашем парке. Так, убил дичь, дальше что? А что дальше? Дальше пошел пить чай. Гость долго не мог выбрать, какой чай себе налил. Ему надо все было попробовать. Задавал вопросы, как настоящий знаток чая. Ну попил он чай, а дальше что? Ой, ну что дальше? Дальше, как и посоветовала Наталья Дмитриевна, он направился к библиотеке. Процитировал наизусть отрывок из романа Пушкина Евгений Онегин. Чем привел всех окружающих, ну просто в восторг. Ну а потом? Ой, да что потом? Потом два счета обыграл самого лучшего шахматиста у нас по месте. Дорогой мой, вас что ли? Да, меня. А дальше сказал, что желает познакомиться с графом лично. И теперь он здесь. Научите меня Понимать красоту, отучите меня от тоски и от лени. Проявите ко мне сотый раз на брату. Я ваш раб, но не ставьте меня на колени. Я люблю, вас люблю, как отца и как мать. Твердо верую в тайну великую вашу. Только вы способны простить и понять Всех нас грешных земных, бесконечно уставших. Нужных слов не найду, но нужны ли слова. Вам и так наши мысли и чувства понятны. Я ваш сын, блудный сын, нарубивши дрова. Древо жизни свое погубил безвозпратно. Каю славу, мой отец, не кляните меня. Я и так уж виною, своей юраспластом. Я тону без воды и горю без огня. Мне не нужен ваш меч, мне нужна ваша лавоска. И позвольте мне встать сотый раз на колени. Проявите ко мне сотый раз доброту. И позвольте мне встать сотый раз на колени. Добрый вечер. Разрешите представиться, барон Типоль. Драф Дмитрий Дмитриевич Городовский. Моя супруга Анна Николаевна сейчас подойдет. И дочь Наталья Дмитриевна. Скажите, какими судьбами, если не секрет, вы в наших краях? Так, понимаете ли, уже не первый год я разъезжаю по фестивалям. Ага, попался. По фестивалям он разъезжает. Мы тебя рассекретили. Говори всю правду. Петр Филиппович, успокойтесь. Не гоже, не гоже секретарю графа себя так вести. Просим вас покинуть и дать нам разобраться во всем самим. Итак, разъезжайте вы по фестивалям. Совершенно верно. И я уже не первый год разъезжаю по фестивалям в надежде найти свою любовь. И вот, прослышав про ваш праздник, я незамедлительно решил приехать сюда. И в самом начале праздника я встретил ее. Прекрасную девушку. Нимфу. Богиню. И я наконец-то влюбился. Нет, дорогой мой, я вас, конечно, поздравляю. Ну, а мы-то, мы-то тут при чем? Это ваша дочь Наталья Дмитриевна. И я прошу вас, ее руки и сердца. Фу, ты опять не тот, я думал, я так писал. Вы о чем? Не обращайте, не обращайте внимания. Наш секретарь совершенно не это имел в виду. Я правильно говорю? Наташенька, доченька наша, что ты ответишь этому молодому человеку? Я скажу, что пусть все решит Мазурка. Отлично! Маэстро музыку! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Уважаемый Петр Филиппович, мне кажется, подошло время прочитать письма-пожелания в адрес нашего фестиваля, как мы и обещали в начале праздника. Слушаюсь, Дмитрий Дмитриевич, я как раз захватил эти пожелания с собой. Итак, значит, здесь вот от гостей написано «Фестиваль превосходный, шампанское и кристое». Ой, как приятно. Браво, Градовский, спасибо за организацию. Как же, как же приятно слышать такие пожелания. А еще, Дмитрий Дмитриевич, с нетерпением ждем следующий фестиваль. Да, да, пожелания чудесные и отзывы о нашем празднике тоже превосходны. Анна Николаевна, дорогая моя, вы со мной согласны? Несомненно. Мы от всей души благодарим всех участников нашего фестиваля «Осень в Графском парке». Без вас, дорогие гости, не состоялся бы сегодняшний фестиваль. Вы ни одну площадку не оставили без внимания. Участники зарядили положительными эмоциями не только друг друга, героев, но и весь парк. Наш фестиваль подходит к концу. Ну а мы так и не разобрались, кто же на самом деле тот самый ревизор из департамента. А может быть, его вообще нет? Что вы такое говорите? Как это нет? Да вот так. Как у нас часто в России бывает. Письмо прислать прислали, а человека прислать забыли. Извините, что вмешиваюсь. А можно мне узнать, о чем идет речь? Письмо, письмо, письмо. Письмо, которое... Так, так, давайте, давайте. Вот, пожалуйста. Все теперь-то ясно. Это, получается, вы меня за ревизора приняли? А что в этом, собственно, смешного? Я знаю, кто ваш ревизор. Откуда он знает? Да, да. Откуда он знает? Мне даже посчастливилось сидеть с ним рядом в начале праздника. Мы разговорились, и он-то мне все и рассказал. И с его позволения я приоткрою завесу тайны. Для поздравительного слова на сцену приглашается ревизор. Первый заместитель главы администрации Волоконовского района по социальной политике Алексей Михайлович Сотников. Спасибо, дорогие земляки, уважаемые участники фестиваля, организаторы, хозяева вот этой прекрасной земли Шидловской. Позвольте мне от души поблагодарить всех вас, кто нашел сегодня время провести вот на прекрасной природе, отдохнуть, пообщаться. Ну а главное, наверное, то, что второй межрайонный, я скажу, фестиваль, он состоялся. И статус, то, что было ныне обозначено, мы ему присваиваем. И вдвойне приятно, что завтра, каждый понедельник в 11 часов, губернатор проводит свой рабочий час. И мы увидим вот фрагменты нашего фестиваля, где будет показано и доложено, насколько успешно этот фестиваль состоялся. Я думаю, что подтверждением всего этому, вот ваши те аплодисменты нашим уважаемым участникам, артистам, которые звучали, это говорит о том, что мы все получили огромное удовлетворение от нашего общения, от нашего отдыха и приятного проведения времени. Спасибо огромное. Поздравляю всех с успешным фестивалем. И самые добрые пожелания. Мира, добра, благополучия, а главное здоровья. Спасибо. Спасибо, Алексей Михайлович. Просим вас присоединиться к гостям. Как же все-таки прекрасно, что все так завершилось. Наш фестиваль... Подождите, подождите, Дмитрий Дмитриевич, разница, самое пикантное в нашем празднике. Дипломом награждается Центр культурного развития поселка Волоконовка за третье место в номинации «Эксклюзивный веер» во втором районном фестивале «Осень в Графском парке». Дипломом награждается Центр культурного развития поселка Пятницкое. Второе место в номинации «Эксклюзивный веер» во втором районном фестивале «Осень в Графском парке». Дипломом награждается Центр культурного развития поселка Пятницкое. Дипломом награждается Центр культурного развития поселка Пятницкое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Благодарность режиссерам фестиваля за такой чудесный праздник. Мы будто окунулись в 19 век. Браво, гости из Нового Оскола! Живи и процветай парк имени Градовских! Здесь чудно, прекрасные отношения, успеха этому фестивалю!» Как же прекрасно, что именно все так завершилось. И наш фестиваль «Осень в Графском парке» получил статус межрайонного. Друзья, аплодисменты и благодарю вас, господа, за то, что посещаете наш удивительный фестиваль и прекрасный парк Градовских. Милостивые дамы и господа! Пусть всегда будет с вами добро, красота, вера, надежда и любовь! И мы искренне надеемся на встречу с вами в будущем году в увеселительном парке Градовских, на третьем межрайонном фестивале «Осень в Графском парке»! До скорой встречи! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok